как-то вот так вот ну и потом вышел на свету то есть опять же через вот эту историю с ильей через и он был подписан на свету ей я тоже пошел почитать мне это как-то зацепило какой-то услышал отклик внутри себя и дальше вот уже мы со свет и познакомились и я ушел от или потому что у него как бы ну мне не ну короче мне не заходит его энергетика не заходит его методы работы не заходит как бы взаимодействие с ним со светом не более комфортно отклики ее мировоззрение мир ощущений в том как она подает информацию как все происходит поэтому и результат не интересен и света она мне кажется она более глубокая а что изменит со света начали работать и сейчас ну в первую очередь опять же изменилась если говорить о главном изменении я главном результате это медицинские показатели крови которые вот привязаны к моей как моему вируса к этому то что я сдаю раз в месяц или там раз два месяца будут тест крови и есть определенные цифровые показатели которые говорят о том в каком состоянии находится крови соответственно моя иммунка вот и мы прошли со светой ну помимо того что я до этого проходил прошли 21 и 40 дней сухих вот она мне помогала и поддерживала там и советовала и там рекомендовала там всякие штуки а вот чтобы боль более-менее ну как бы дойти до финиша и соответственно я так сложилось что я делал тесты крови до 21 дня и после до 40 и после и мой лечащий врач сначала до того как я 10 июня я перестал таблетки соответственно все показатели посыпались и упали ниже плинтуса они стали ниже чем были когда я только первый раз получил болезнь этого вируса и пошел сдавать пять лет назад это было вот то есть и она начала молящий врач кричать что да все ты умрешь все плохо там ты чё ты там наверное не пьешь таблетки ты наверное сейчас наркотики употребляешь я говорю да нет я все пью ну врал конечно потому что я не стал я ничего говорить о мне почему то есть картинка что вряд она оценит мое там голодание там не едине и желание избавиться от неизлечивой болезни вот и когда я вот этот вот после 21 дня сдал тест уже после она выскочила ко мне прием был выскочил в коридор с воплями урана мы наконец-то мы меняли терапия терапии с ней она считала что неправильные таблетки что-то семей это ну вот и в общем ура я подобрала тебе правильную терапию у тебя улучшились показатели прям круто круто там все такое там чуть ли не на руки не запрыгнула от восторга вот и после 40 дней тоже ну так же была очередная динамика на улучшение еще конечно до штатных показателей как бы далеко ну для сравнения например чтобы не быть голословным то есть когда я только первый раз узнал о своем заболевании об этом вирусе пять лет там 2015 даже не 5 больше у меня был показатель там один из показателей сто восемьдесят семь потом когда я начал пить терапию и все было как бы стабильно показатель был около там четыреста триста восемьдесят четыреста пятьдесят на колебался в этом диапазоне у здорового человека по медицинским показателям от 500 до 1000 ну полностью здорового вот когда я перестал пить терапию в этом ну вот в июне и как бы самый низкий показатель был восемь восемьдесят семь а вот сейчас там сто пятьдесят семь что такое но это при условии что я не пью вообще никакой терапии а сколько должно быть ну от четырехсот как бы считается четыреста пятьсот что-то такое вот но это эксперимент для меня поэтому как бы физически как бы плохих ощущений никаких нету то есть я если если они на сухих то есть если я захожу на сухие то сколько бы их не было с третьего дня у меня начинается слабость и сколько бы их не было все эти дни у меня слабость и это самое пожалуй дискомфортная история потому что ну вот к сорока дням например концу сорокового там дня я вообще еле ноги переставляю то есть вот я тут гулял по набережной по океану там старички идут такие ну так лет на восемьдесят палочками я их обогнать не могу они останавливаются через 20-30 метров подышать и я такой же рядом тоже а когда я вижу лестницу вниз я такой сразу представляю как потом подниматься а если она вверх то я так и водолесец а для меня это просто три-четыре ступеньки пять минут подышал и дальше пошел то есть никаких там не поплавать ну у меня тут свой бизнес поэтому я слава богу да мне не надо ходить каждый день в офис там все остальное у меня когда были сухие как бы были какие-то совсем критические дни я пару-тройку дней вообще даже из комнаты не выходил лежал спал там по 12 по 14 часов сейчас я восстановился вот после 40 то есть 40 дней у меня закончились наверное я на них зашел 9 января получается что где-то в середине февраля я вышел из них и вот ну примерно месяц как я закончил 40 дней я вот восстановился наверное более-менее вот только недели полторы нас назад как пошел заниматься фитнеса фитнес я пошел заниматься потому что у меня появилась ну тайна энергия на которой можно хоть там хоть что-то но конечно это не не те результаты которые были раньше на едине на едине и там условно говоря там жал какой-то реста 50 килограмм сейчас я вот тут на том же тренажере те же мышцы жму там 10 килограмм это только-только вот то конечно еще предстоит как бы идти идти в этом направлении но по крайней организм уже нормального можно хорошо ему нравится ему хочется он хочет заниматься этим потому что до этого и ни о каком спорте даже речи не шло а вот кого бы ты посоветовал обратиться к свете каким людям с какими ситуациями и почему это знаешь наверное вопрос не в какими ситуациями насколько люди доверяют подобной практике потому что мне кажется ситуация любые могут быть любая там либо болезнь либо там достаточно универсальная история вопрос насколько люди готовы меняться насколько люди готовы идти в свои страхи потому что мы как мне кажется основная история это про готовность идти в страх потому что его камеры для меня так потому что в моей жизни каждый страх это большой большой ресурс страшно туда идти но это я всегда пример привожу я с парашютом когда прыгал я просто помню этот когда вот это вот открытая дверь внизу там 4000 метров и больше ничего и как бы все вот это вот последние секунды то есть если я не выскочу туда меня вытолкнут туда я просто говорю делаем шаг и все я делаю шаг как бы ну отключаем мозг как бы хотя мостом орет нет куда ты там что-то там страшно там вообще ужас а потом лечу и кайфу а потом приземляюсь и кайфую в тройне потому что я это сделал и как бы для меня вот эта история про страх это в конце всегда будет кайф много энергии а у света какой бы выделил особенности специализации которые тебе помогают почему вот именно программа занимаешься ну наверное на самом деле у нас есть какой-то я не знаю как это правильно назвать то может есть как бы света это видит как-то по-другому я не ну не настолько глубоко в практиках но я я чувствую синхрон какой то есть вот света говорит например я люблю то то там или мне нравится тот его классно мне тоже так нравится сейчас просто не вспомню конкретные примеры вертится в голове но прямо в моменте не вспомним уж вспомню скажу то есть у нас очень похожие а ну вот пример который не связан с психологией вот например про мейку на вчера по моему или позавчера света упоминал вот то есть я тоже тут завел себе маякуна хотя раньше никогда даже кошек терпеть не мог а да ты его сам 40 дней бы не протянул бы наверное или протянул бы не не протянул бы скорее всего надо но хотя трудно сказать но есть вероятность что не протянул потому что у меня были периоды когда я уже в истерике в писал свете света там вставил ее в роль мамы такой психологию говорить а вот там типа все уже больше не могу все болит там почки болят все болит вот это вот слабость это дурацкая там короче все я выхожу такой шантаж такой был по отношению к свете там там мы серии что я ожидал что там сейчас света там позвонит скажу что ты маленький мишечка ну что ты в самом деле ну давай ты пройдешь там такой вот он ждал какие-то такие вещи потом это порывно как бы проходила вечером там например если там через день и дальше шли ну если это конечно писал какие-то вещи там которые меня мотивировали бодрили там или наоборот она типа такая ну выходи я такой бляха мысли выходи я же не этого ждал я ждал что ты меня уговаривать будешь выходи как так выходи не я не буду выходить ну вот то есть но в любом случае она делала или писала и и даже не дело что то что мне было нужно то есть она очень четко чувствовала ну и как могло быть по-другому вот что 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 нужно ответить что нужно сказать чтобы я дальше шел в 40 дней ты говоришь что у тебя лучший показатель медицинский раз а вот чисто что касается может быть страхов вот тех которые ты прошел или какие-то психологические тексты какие-то от нытьюба ну у меня нет страха не было там собственно нечего но единственным страх может быть этого нет ну как сказать это чтобы страх правильно писать ну вот этот вот день сурка вот эти вот 40 дней как бы каждый день одно и то же я просыпаюсь мне нужно себя вытащить из кровати я бывало из кровати вылезал минут десять потому что сначала беру руку и одну ногу ставлю на край кровати вторую ногу на край кровати потом такой типа сижу отдыхая потом такой сам себе говорю ну миша давай вставай все пора стою пять минут пару минут стою у кровати покачиваясь потом шаг там и вот начинаю расхаживаться расхаживаться и целый день хожу в таком хоматозе ну вот это вот лестницы вот и все остальное и вот это вот такой типа вот день закончился и я думаю такой были на завтра опять вот это вот вся эта херня опять все сначала и так 40 дней это не страх это какая-то это какой-то без нескончаемый вот который просто особенно когда это ну как бы вот еще там типа еще 38 дней еще 37 дней еще 36 дней а потом а самая жопа была на средине на экваторе такой типа 20 дней это же еще столько же а я уже просто уже фото где и вот это вот конечно преодоление для меня это было преодоление нелегкая нифига ну нелегкая в смысле на но вот мозг вот этот мозг он постоянно вот призну и физика тоже потому что опять же вот и смысла света это все обсуждали она много раз делала на этом акценты делает что все такие вот в этих нам в нашем чате все такие типа ой у меня на 10 день там вертолет включился я полетела у меня там какой-то котел загорелся там бабочки запрыгали там не знаю в животе все тепло там я там плаваю купаюсь загораю бегаю там не знаю там какой электро веник блин у меня на 10 день ничего на 15 день ничего там не знаю на 25 а на 35 день у меня температура 38 я вываливаюсь в кровать и лежу там пять дней просто мертвым потому что вообще не не встать не поесть единственное о чем я думаю блин у кошки кончился корм это магазина вообще не дойду не доеду никак ну совсем то есть даже при всем желанием за и я думаю блин что делать вот это единственная мысль которая у меня была вот хоть там ну для распухла вот тут вот все стороны скула ухо горло рот я не мог говорить мы даже на эфир перенесли со свет и потому что я рот не мог открыть был все болело и как прошло терпимо было но оно само прошло да то есть первые три дня 38 вторые три дня 37 потому что до этого первые 35 дней была температура 35 и 6 не поднимался потом поднялась не опускал и опять же пишу свет и света все пропало что делать ну таки панической вот это как раз было кстати наверное про страх потому что вообще непонятно что с этим делать пойти к врачу как ты понимаешь в этом состоянии сказать знаете я 35 дней на голодание у меня распухла рожа что она мне скажет а еще мне если если она сказала если я скажу что у меня нет терапии которые они принимают там три месяца уже скажут мальчик иди отсюда ты придурок ты там ну как бы куда я пойду совсем вот этой вот истории кому что я ему расскажу но как бы но у меня у меня был стимул потому что у меня был приятель ну вот мы в этой тусовке как у которой проходили здесь у нас достаточно много людей которые тут едет она едет вегетари не едет но вообще кто в теле ну вот и один из человеков у него там парень у него распухло левое яичко и температура была 40 в течение пяти дней он лежал дома и несколько дней как раз он был без сознания по его словам но сказал либо я умру либо я пройду никаких лекарственных врачей и когда я вот лежал тоже вот в этих тридцати восьми я думал ну круто мне всего 38 нижней 40 вот и потом я такой ну если он прошел у него все и все прошло и излечилось то я ты чё рыжий белый какой я как марсианин значит у меня что-то пройдет плюс света конечно же тоже вот поэтому как бы в купе с этим мне все помогло но сейчас я не знаю что должно получиться чтобы опять пошел на 40 летом как цветами 60 примерно я не я не я не становился на весы но так по грубым подсчетам это что меня там взвешивал вращая мой лечащий вместе с кроссовками и одежды вот если так плюс-минус вычесть умножить то где-то килограмм 10 наверное ушло и килограмм наверное 7 вернулась то есть примерно но я никогда не был толстым вообще никогда то есть максимум что у меня то есть вот меня рост 180 обычный мой вес там 63 65 был когда я ел протеины и ходил спортзал там 10 с лишним лес на лет назад я набрал до 60 60 до 73 как только перестал ходить в зал и обратно и перестал пить протеин я тут же сдулся до своих 65 ну вот сейчас я примерно вот на 40 дней на выходе был где-то 55 сейчас сейчас я где-то так провели 61 наверное что-то такое примерно по ощущению ну вес меня не особо как бы беспокоит в чате часто пишут ой я там боюсь похудеть там я почему-то у меня нет этого страха то есть точнее даже так мне не про страх нет у меня есть понимание что мой вес он правильный и будет таким каким мне нужно соответственно когда это сейчас он правильно и будет правильным если он будет увеличивать значит организм нужно если он будет уменьшаться значит тоже организма нужна кроме доверия к этому есть